Приятного поста православная! И вот мы завершаем чтение книги Бытия с церковью на третьей седмице Великого Поста. И сегодня, в пятницу, третьей седмице Великого Поста, мы читаем книгу Бытия, 8 главу, с 4 по 21 стих. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. То есть, заметим, вроде и дождь перестал, и испытание кончилось, и уже молния не бьет, то и дело. Нету грохота, нету волн. А вот что труднее и решительно непонятно? Сто лет строили, напомню. Напомню, неделю ждали, пока начнется. Как началось, так 40 дней мотало, крутило, и не было ли там приступов морской болезни, что у людей, что у животных. Представляете, да, в каком беспокойстве пребывали все. Только люди с этим могут справляться, а животные, они же, ну, не имеют гораздо менее сложную психологическую такую организацию. И поэтому там наверняка билось, качалось, кричало, мычало, урчало и всячески выражало беспокойство и шерсть вздыбливало. И потом вроде бы выстояли, закончили, и теперь тишина, и непонятно. Вот плаваем, и дальше замечательно, да. И в первый день десятого месяца показались верхи гор. Опять, вот вроде надежда, а с другой стороны, ну вот такой мысок появился, островок, и чего на нем делать? Не то сеять, не то дом ставить, не то еще ждать. Это тоже испытание веры, потому что вот мы дошли до конца Третьей Седмицы Великого Поста, напомню, это же 7 недель, Четыридесятница, да, то есть 40 дней готовят нас к Страстной Седмице, которая строго формально в 40 дней не входит. Вот 7 недель. И вот мы прочитали до Пятницы Третьей Седмицы. Мы посередине, то есть теперь, когда начнется Четвертая Седмица, и к концу Четвертой Седмицы мы будем уже, да, больше позади, чем впереди. Но это ж поди тоже выстое, а вот сейчас бросать, а вот сейчас уже обустраиваться, или все-таки еще подождать? Вот уже хорошо же, вот уже случилось, мы книгу Бытия хорошо почитали, но объективно хорошо, и много тем для размышлений, но тем не менее, да, и по прошествии 40 дней, но и открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы увидеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он просер руку свою, взял его и принял к себе в ковчег. Вот тут очень интересный момент, очень неочевидный, то, чего детям в воскресной школе не рассказывают. Уберите детей, наденьте шлемы, пристегните ремни, держитесь за поручни. Почему же Ной сначала выпускает ворона? Потому что ворон, во-первых, нечистая птица. Если он погибнет, ну, как бы лучше допустить, чтобы погибла нечистая, чем утратить чистое. И ворон почему комфортнее себя чувствует? Потому что, опять же, надеюсь, дети уже благополучно убраны, он может отдыхать на трупах. То есть, все, что было залито водой, утонуло, там качалось на волнах на протяжении 150 дней. И вот там эти раздутые тела людей, животных. И вот голубь на трупах не отдыхает, а ворон как раз-таки спокойно может передохнуть на трупе и лететь дальше. Вы представляете, что они видели? То есть, давайте еще раз. Вот это вот, как всякий раз играет Новыми Градсками. 100 лет строить, неделю ждать, 40 дней и ночей выдерживать качку и бурю. И потом еще все это убывает. И что же видно из люков-то, из смотрового отверстия? Трупы, которые качаются на волнах. И вот тут вот живые. Ноет, и его сына, жена Ноя, три жены его сыновей. И вся вот эта вот живность. И ворона выпускают. И мы возвратимся к словам Августина. Напомню, как я его цитировал в понедельник. Будем же чистыми в ограде церковной, но не будем препятствовать и нечистым. И вот тут вот эта аллегория продолжается. Потому что как люди уходят из церкви? Я пришел, исполнены мечты. Я был такой вот розовый юноша со взором горящим. И что же я увидел? Меня, значит, обругала бабушка на подсвечнике. Мне нахамил сторож. А когда я пошел к священнику, от священника пахло вино. Это же ужас. Это же кошмар. Я покидаю церковь. Как вот, собственно, ворон, который увидел нечистых. И сообщает всем, что этот абсурд меня доконал и покидает помещение. Ну вот, не будем уподобляться воронам, которые увидели нечистые в ограде церкви. А кто решает, кто чист, кто не чист? Господь. И это Господь вводит в ковчег. И Господь затворяет дверь в ковчег. И сколько было таких вот еретиков, которые уходили. То есть, ну, объективно, в конфликте доктора Лютера с Аганом Тецелем, продавцом индульгенции, все признали это, даже католики, которые, в общем-то, были на стороне Тецеля, прав был доктор Лютер. Ну и что? Вот он ушел из церкви. И что сейчас получилось у Лютера? Каждый сам себе папа римский. И когда мы смотрим на современные секты, разорвал один, разорвал другой, ушел один, ушел другой. Ну, опять же, если не нравится параллель с Лютером, у которого был конфликт с католиками, вот тоже очень емкая православная формулировка. Церковь просила отца Кононоса не снимать сам, а отец Кононос снял сам, потому что устал. И церковь просила игумена Сергия Романова снять сам. И игумен Сергий Романов не снял сам. То есть, еще раз, церковь просила отца Кононоса не слагать сам, а он сложил. Я не могу, я ухожу. И церковь просила игумена Сергия Романова остановись, вот сложи сам и вот не делай то, что ты делаешь. Но он не стал этого делать и тоже хлопнул дверью гораздо более громко. И мы все помним, что там было с вот этим монастырем и крестным бегом вместо крестного хода, если вы понимаете, о чем я. И потом выпустил голубя, чтобы видеться, слали вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих, возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. Он просер руку свою, взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других. И опять выпустил голубя из ковчега. И голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него, и ну и узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь других дней. И опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. И читаем дальше до 21 стиха. 601 года жизни Ноевы к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. То есть еще раз. Сколько лет было Ноеву? В 600 год жизни Ноевы во второй месяц, 17 день месяца, разверзли все источники великой бездны. 11 стих. Седьмой главы. И 601 года жизни Ноевы, 8 глава, 13 стих. То есть получается целый год. И вот, кстати, тема для размышлений. Если церковь ждет десятины, то вот разговоры про то, что я столько не зарабатываю, чтобы отдавать десятину. Да, признаем их верными. Но уж отдать десятую часть года, то есть в году 366 дней и 40 дней поста, как раз есть 40 дней от десятой части от года. И уж вот это время принести Господу, то есть молиться, поститься, читать Писание, это же все бесплатно. Это же вот сколько стоит читать Библию? Да нисколько не стоит. Зашли в интернет и читаем Библию. И уж говорить о том, что мне не хватило даже на самое простенькое, ни кожаное, ни на пергаменте, ни с золотым обрезом Библию, которая самая бюджетная, самая такая простенькая. Для меня это было неподъемно, ну не так. И уж оплатить интернет безлимитный у нас у всех получается. И читать Библию, например, онлайн тоже можно. И 601 года жизни Ноевой, то есть в случае с Ноем это был вообще год вот этой неопределенности. Сколько из наших знакомых, да и из нас, заехала в больницу, пьет антидепрессанты и сильно просела по здоровью и психике за пандемию. Что там, сколько месяцев мы посидели в заперти, да, с выгулом только вот, если есть собака, и только в пределах там 200 метров от дома, от подъезда. А у Ноя это был целый год, при том, что он глава семьи и за всех отвечает. И 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, открыл Ноя кровлю к овчегу и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. «И сказал Господь Бог Ною, выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобой». Вот тут заметим, да, как они входили в ковчег. Так. Да, вошел Ноя и сыновья его, и жена, и жены сынов его. И как они выходят? «И выйди из ковчега ты и жена твоя». То есть зашли мальчики отдельно, девочки отдельно, а теперь каждый выходит по паре. «Ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобой, выведи с собой всех животных, которые с тобой, от всякой плоти и птицы, и скотов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ноя и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, и все движущиеся по земле по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ноя жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание». Опять антропоморфизм, да, ну как вот сказать, что у Господа есть нос, которым он чувствует аромат, обонял Господь. И было ему приятно, как нам приятно, да, какие-то вот ароматы, там, ладан, домашние запахи, парфюм, мало ли что еще, запах шаурмы утром кого-то веселит. Ну, это же не про Господа, но как мы еще можем это сказать, что Господь обонял это благоухание, было ему приятно. И сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Тонкий такой момент, то есть вроде бы спаслись, вроде бы молодцы. И что же Господь говорит? Не буду, хотя и знаю, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и это про всех нас. То есть, заметим, вот они испытания, вот оно, глобальная катастрофа, суд миру, и все погибло, кроме ноя. Но они-то молодцы, нет помышления зло от юности его, и мы знаем, что сделает хам, и что потом станет синонимом хамства. И вот то же самое и с нами. Церковь нам напоминает, не гордитесь, вот кончилась третья седмица поста, пятница, да, в субботу, воскресенье книга бытия не читается. Но помните, что помышление наше зло от юности нашей, не будем гордиться, что мы Господу что-то приятное принесли. И вот такова картина третьей седмицы Великого поста. Берегите себя и не оставляйте аскезы православные.